Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джекоплей и пришло время нам окунуться в учебу с новым роликом о сравнениях в Sims 4. 15 ноября вышло долгожданное дополнение для фанатов Sims 4 под названием В университете, вместе с которым к нам пришла учеба, велосипеды, в уху в душе и симботы. В этом ролике я хочу посмотреть и рассказать вам основную составляющую учебы в каждой из частей Sims. Так давайте мы перейдем к показу университетов и учебы в Sims 2, Sims 3 и конечно же Sims 4. А пока я не начал показ, предлагаю вам оформить подписку на мой канал и поставить лайк, чтобы не упустить другие ролики такого формата. А мы начинаем! Первым дополнением Sims 2 как раз таки стал университет. Вместе с ним появилось три студгородка, в которые может отправиться ваш сим обучаться чему-то новому, а главное знанием. Для начала в городке нужно установить собственно эти три студгородка, куда и отправится ваш персонаж учиться. Вы также можете создать свой, если вас не устраивают стандартные. Поступить в университет могут только подростки. Для этого вам нужно через компьютер или телефон найти вкладку университет. Ваш персонаж может подать заявку на стипендию от университета, но для того, чтобы ее рассмотрели, ваш подопечный должен обладать некоторыми навыками, жить без родителей или быть ребенком важного персонажа. Как только ваш персонаж поступает в университет, за ним приезжает такси и он отправляется в студгородок, где вы должны его разместить в общежитие или снять ему дом в аренду. По приезду будет проигрываться специальный ролик, как ваш отец или мать отпускают персонажа во взрослую жизнь. Если нет родителей, то с ним приезжает один. Не знаю как вы, но я просто обожаю эти ролики. Они, как по мне, придают какой-то шарм игре. После ролика открывается скрытая жизненная стадия, молодой. Проживая в общежитии, вы можете посещать все доступные городки и участки в них. Ваш персонаж прибыл в общежитие, и вы обязаны ему выбрать собственную комнату, и на двери появится его фотография. Мне очень нравится такая реализация. Можно также повесить табличку «Не беспокоить», если хотите оградить своего сима от посещения его комнаты. Если вам не нравится обстановка вашей комнаты, вы всегда можете ее изменить через режим строительства. Специализация выбирается автоматически, но с помощью компьютера вы можете ее менять вплоть до четвертого курса обучения. В игре 11 специализаций, которые в дальнейшем повлияют на карьерный рост. Каждый курс делится на 2 семестра. Семестры длятся 3 дня. По окончанию каждого из них ваш сим обязан сдать экзамен. В общей сложности персонаж должен сдать до 8 экзаменов и получить диплом. Всю информацию можно наблюдать на панели карьеры. Там появляется специальный индикатор успеваемости, который и поможет вам не запутаться в обучении. Для поднятия шкалы индикатора вы должны выполнять домашнее задание, писать курсовые работы на компьютере, учиться по книгам, а также посещать лекции. Не забывайте про навыки. Их вам тоже необходимо развивать, чтобы добиться хорошей оценки. В поставленное время сим отправляется на учебу, и вы никак не можете на это повлиять. Только выполняя домашнее задание, которое выполняется, кстати, очень быстро. И неплохо так поднимает шкалу успеваемости. После окончания первого курса количество желаний у персонажа увеличивается до 5. После окончания третьего персонаж способен зафиксироваться сразу на двух желаниях. А по окончанию четвертого курса количество желаний достигает 6. После успешной сдачи восьмого экзамена в конце четвертого курса у студента в багаже появляется диплом. Студент имеет 72 часа для того, чтобы вернуться в городок. За эти 72 часа студент может провести прощальную вечеринку. В Sims 2 имеются студенческие клубы, коммуны, в которые может вступить ваш персонаж или создать свою. Для того, чтобы вступить в существующие коммуны, вам необходимо в телефоне позвать их представителей и развить с ними дружеские отношения. Существует 4 организации, 2 мужские и 2 женские. Но так как игра у меня на английском, я решил попасть в женскую, а почему бы и нет. После успешной встречи вы можете переселиться к ним жить. Они проживают в арендованном доме. Преимущество жизни в коммуне это возможность устраивать вечеринки в простынях, спать на полу, посетить кампус и принести бесплатную коробку с пиццей, принять новых участников. Также есть возможность появления болельщика и талисмана в студ городка ламы или коровы и многое другое. В свободное время можно устроить вечеринку в простынях и пригласить своих однокрупников оторваться. Не забывайте про главный предмет вечеринок. Это что? Это бочка с соком. Без нее вечеринка не вечеринка. Вы также можете пригласить профессоров на вашу вечеринку и поднять с ними отношения. Это в дальнейшем повлияет на вашу успеваемость. Я вам гарантирую. Девятым дополнением для Sims 3 стала студенческая жизнь. С этим дополнением появляется открытый студ городок, в который отправляются ваши персонажи найти себя, а также заняться учебой. Если у вас имеется персонаж, который может отправиться в университет, то ждите у своего порога появления студенческого талисмана, который оставит вам атрибутику университета. В ведерке можно найти сувениры, футболку, а также листок с тестом, породя который и определить, на какую специальность лучше поступить. Тест определяет знания вашего персонажа, отталкиваясь от того или иного навыка. Поэтому перед университетом советую прокачивать навыки и не забывать про них. Если вы уже выбрали специализацию вашему персонажу, то смело можете отправлять вашего персонажа в университет. Все это дело можно сделать через телефон или компьютер. Появляется окно с выбором специализации, кредитами. Кредиты это семестры. Чем больше ваш персонаж будет знать информации о выбранной профессии, тем меньше ему придется обучаться. После подтверждения за вами приедет фургончик, который отправит вас в студ городок. По приезду в студ городок вам будет необходимо выбрать жилье. Это может быть съемный дом или общежитие. Общежитие бесплатное. Поступить в университет могут только молодые, взрослые и пожилые персонажи. Как только вы прибыли в общежитие, первым делом нужно выбрать кровать и комнату, где будет проживать ваш сим. Вы также можете запереть свою комнату от нежелательных посещений других персонажей. Если бюджет позволяет, вы можете перестроить общежитие как вам угодно. Мне кажется, это очень круто. Как и все городки в Sims 3, городок университета открыт, и вы можете спокойно по нему передвигаться. После окончания учебы вы можете даже остаться в нем жить. В разделе карьера находится вся информация об обучении. Сима учится 5 дней в неделю, и в конце каждой недели они обязаны сдать экзамены по предметам. После успешной сдачи экзаменов ваш персонаж переходит на следующий курс обучения. Не забывайте следить за индикатором успеваемости в разделе карьера. Чем выше уровень в нем, тем лучше будут сданы экзамены и выше оценка. Чтобы успеть на учебу, нужно выходить из дома или общежития за час или два за занятие, чтобы не опоздать. Опоздание будет плохо влиять на успеваемость вашего Сима. Когда Сим прибыл в заведение, он может упорно трудиться, разговаривать со студентами, преподавателями, спать и обычно трудиться. Имеется одна открытая пара, семинар, где вы наблюдаете за спящим классом на ней. Но вы можете или поспать, или работать. Но Сим все равно захочет спать. Это классика. На протяжении всего обучения вам нужно выполнять домашние задания, прокачивать нужные навыки, а также не опаздывать на учебу. Это главное. Нет, ну вы конечно можете списать домашние задания и подготовить шпаргалки, но они могут пагубно повлиять и вас просто выгонять с экзамена. В городке вы можете за дополнительную плату пройти обучение нужных вам навыков, а также найти работу на неполный рабочий день. Если вдруг при прогулке в городке вы встретили профессора, то не стесняйтесь и подходите к нему. Как только у вас будет с ним хорошее отношение, это как раз таки и повлияет на вашу успеваемость и оценку. На учебе разработчики не ограничивались, они создали три социальные группы, в которые могут попасть ваши персонажи. Для того, чтобы попасть в социальную группу бунтарей, вам нужно разрисовывать улицы граффити. Как бы это странно ни звучало, рыться в мусорных баках, а также говорить на специальные темы. В общем, быть оторвами. Спортивная социальная группа говорит все сама за себя. Вам нужно просто заниматься спортом, общаться на спортивные темы и находить людей из этой социальной группы, чтобы преуспеть в ней. Ну и умники. Это те персонажи, которые тупо зубрят и любят поговорить о книгах, науке и других научных темах. В свободное время от учебы ваши персонажи могут организовать вечеринку с бочкой сока или у костра. Или отправиться к друзьям, которые будут рады вашему приходу. Никто не отменял студенческую любовь. Найдите себе вторую половинку и сходите с ней на свидание. Хорошим завершением вечера будет совместный поход в душ. Ну, вы все сами понимаете. С этим дополнением появились растаманы, о которых я рассказывал в другом видео. Вы сможете посмотреть его по ссылке в описании. Дополнение в университете для Sims 4 стало восьмым в этой линейке. И оно предлагает нам пройти обучение в студенческом городке Бричестер, который является общедоступным для жилья. Для того, чтобы поступить в университет, вы должны найти вкладку «Университет» на компьютере, где можно узнать информацию о университетах, престижных программах, а также подать заявку на стипендию. Различная стипендия появляется от того, как разнообразна жизнь вашего персонажа и чем он до этого занимался. Нам нужно подать заявку. Она и определит, какой информацией обладает ваш персонаж. Тут также все зависит от прокаченных навыков. Например, чтобы попасть на престижную художественную программу, ваш персонаж должен обладать навыками изобразительного искусства, фотографий и игры на скрипке. А также повлияет навык исследований и дебатов. Такая система со всеми престижными программами. Если ваш подопечный не обладает навыками, то он сможет поступить только на обычную программу обучения. После подачи заявки нам нужно дождаться ответа от студсовета. Заявку можно проверить через компьютер, телефон или дождаться ответа в письме. После ответа студсовета мы можем отправляться в Бридчестер за новыми знаниями и дипломом. Через компьютер выбираем «Поступить в университет» и там нам нужно выбрать один из двух вузов. Институт Фоксбери или Университет Бридчестера. Специализацию и от одного до четырех основных занятий. А также вы можете выбрать один факультатив, если у вас выбрано от одного до трех основных предметов. Эти все предметы даются нам на один семестр, который длится одну симовскую неделю. Как только вы выбрали программу обучения, вы должны определиться с жильем. Можно не переезжать в новый городок и учиться из дома. Или же переехать и жить в общежитии. Общежитие стоит денег, как и само обучение. Вы должны заплатить за него из семейного бюджета или взять судический кредит, который вы должны будете погасить по окончанию учебы. В Steam 4 такая же система, как в Тройке. Вам нужно найти нужную комнату и выбрать кровать, где будет спать ваш персонаж. Можно закрыть комнату только для соседей по комнате, а также запретить доступ к вашему компьютеру. Перестраивать общежитие нельзя, но можно воспользоваться специальным кодом. В общежитиях имеются лифты, но они просто декорации. Они вас телепортируют из общежития на улицу. Г. Гениальность. Такое было у нас в жизни в городе. На улице вы можете приобрести необходимую комнатную утварь, а также отведать новой еды в киосках. Вся информация о занятиях, как и в других частях, находится на панели карьеры. Ваш персонаж посещает занятия 5 дней в неделю. На последний день вы должны сдать все презентации, курсовые работы, а также экзамены по некоторым предметам. Для успешной учебы вам необходимо делать домашнее задание, прокачивать необходимые навыки и главное не опаздывать на учебу. Прокачивайте новый навык исследований и дебатов, благодаря которому вы сможете выполнить намного быстрее домашнее задание, а также успешно участвовать в дебатах. Советую заранее отправлять на учебу Сима, а то бывало, что из-за опозданий мне снижали оценки. Некоторые предметы требуют, как я говорил ранее, сдачи презентации курсовых. Презентацию вы можете сделать благодаря специальной доске, а курсовую написать на компьютере. Вы должны редактировать материал до тех пор, пока у вас не будет превосходного качества. Ну вы, конечно, можете списать домашнее задание, курсовые работы, делать шпаргалки, но все зависит от вашей удачи. Ведешь и прокатит, а можно и по жопе получить. Учеба полностью закрыта, и когда ваш персонаж уходит учиться, вы можете выбрать, как будет он обучаться. Он может общаться со студентами, внимательно слушать преподавателя или попросту спать. На протяжении всей учебы ваш Сим может посещать приглашенных преподавателей за деньги и изучать другие специализации. Также можно прокачивать нужные вам навыки за 250 миллионов, посещая вуз в свободное время. В университете имеются студенческие организации, в которые может вступить ваш персонаж. Их шесть, и они разбиты на два вуза. Умники, боты-эрудиты, общество фанатов в Фоксбери и гильдия ораторов, общество искусствоведов, безобразники в Бричестере. Собрание групп проходит несколько раз в неделю, каждое собрание имеет свое событие. В течение недели Сим обязан выполнить поставленные цели организации. Есть, конечно, еще и скрытое тайное общество, собрание проходит возле какого-то пня. Но, как по мне, оно скучное, и я не стал им даже интересоваться. В свободное от учебы время вы можете устроить потрясающую вечеринку с бочкой сока и пригласить ваших знакомых оторваться. Только вот времени на это у вас уж точно не будет, так как в этой части разработчики решили завалить учебу персонажей. Вам придется веса того, чтобы отжигать на вечеринке в субботу, писать очередную курсовую работу или работать над презентацией. В Судгородке также проходят футбольные киберспортивные матчи на стадионах, посещая которые у вас появляется новый модлет. Имеются различные собрания у мемориалов. Все это дело проходит каждую неделю на площади того или иного университета. После успешной дачи экзаменов вам покажут итоговый балл за семестр. Вы можете продолжить обучение или вернуться домой. Не переживайте, если ваш персонаж вернется домой, то прогресс обучения не пропадет. А если вы решите остаться, вам предстоит выбрать количество предметов и жилье. Все по второму кругу. Чтобы получить диплом, Симу необходимо пройти 12 предметов. Если у вас будет полная загруженность, то обучение длится около 3 недель. А если облегчить, то 4 и более. Это очень сильно напрягает, ибо на обучение можно потратить всю жизненную стадию. Советую вам перед поступлением выбирать высокую продолжительность жизни, если не желаете состариться в университете. В конце учебы ваш Сим получает диплом и может устроить вечеринку в честь получения диплома. Персонаж может иметь несколько дипломов. Все они отображаются в разделе Симология. В общем, мало одного образования, отправляемся получить второе, третье и так до старости, собственно, как я вам и говорил. На этом мой рассказ и показ дополнений заканчивается. Что вам запомнилось и понравилось больше всего? Как по мне, самая интересная учеба в Симс 2 из-за быстрого выполнения заданий. А в Симс 3 из-за открытости города, тусовок и своего студенческого движа. В четверке мы получили реально мучения, а не удовольствия, куча домашних заданий. О каких организациях и вечеринках может идти речь, я даже не знаю. На этом я буду заканчивать. Обязательно ставьте лайки, если нравится сравнение. И про подписку тоже не забывайте. В общем, все социальные сети, где я есть, вы найдете в описании. Спасибо, что вы были со мной. Всем удачного дня и до скорых встреч. Встретимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...